Всем привет, вы как всегда на канале Семья на чемоданах, с вами я Славян. Сегодня будет необычный выпуск и такого выпуска не было уже давно. Но почему мы решили записать такой видеоролик? Мы уже почти два месяца в Турции и пока мы были в России, многие писали в пабликах, что здесь все дорожает, здесь стало дороже, чем в России и так далее и тому подобное. Мы сейчас говорим про продукты. И вот сейчас, когда мы пожили два месяца, мы много что покупали, много что съели, мы решили записать такой видеоролик, сходить в магазин, где мы чаще всего покупаем, закупить корзину и сравнить это все с российскими ценами. Ставьте лайки, пишите свои комментарии и погнали! Обычно в Турции мы покупаем продукты в нескольких точках. Первый это магазин Мегрос, второе это овощной рынок, где можно купить даже одежду, а мясо мы стараемся покупать в мясных лавках. Но иногда в Мегросе, в больших МММ они называются, там есть мясные отделы, которые тебе из любого мяса, которое ты выберешь. Это примерно то же самое, как наш Перекресток. Рынки в Турции это отдельная программа развлечений, которую точно стоит посетить каждому, кто хочет немножечко пожить в Турции. В общем, ребята, едем в магазин Мегрос, берем тележку, ходим по прилавкам, собираем самое необходимое, что нам нужно сейчас. И затарились как следует. Еще мы не сходили на рынок и не закупили прям максимально овощей, но в целом вот этого набора продуктов нам хватит примерно на дня три. Сейчас мы сделаем распаковку того, что мы купили, а потом мы зайдем на сайт Перекрестка и заполним такую же корзину и сравним по цене. Погнали! Мы купили вот такие турецкие конфеты, производители, которые нам очень нравятся в Турции. Также мы купили 10 штук рожков, будем с детьми делать мороженку. К рожкам мы купили 2 брикета мороженым по 750 грамм. Мы купили целую курицу, какое-то количество бананов, говяжий фарш килограмм, привасик на стримчик, 500 граммовую упаковку турецкого чая, молоко, немного лука, килограмм 5 картошки, ваниш, немножко киви. Здесь, кстати, сезон. Конечно, ни один поход в магазин не обходится без народного хлеба. 500 грамм барашка, спагетти, конечно, немножко морковки. Настенка захватила по пути на кассу, ветчина, 3 айрана, просто насенка один выпила по пути. Два набора вот такого пластилина Фишер Прайс. Овсяные хлопья, пачка хлебцов, Мирошка очень любит. Ну и, конечно, яблочки. Естественно, водичка 5 литров. Ну и, конечно, памперсы. Это трусики в количестве 48 штук, размер 7-14. Четверочка. Вот это все мы купили в Мигросе за один поход. Подчеркну еще раз, что мы не сходили еще за овощами на рынок. Но это и не важно, потому что овощи и фрукты в Турции гораздо дешевле, чем в России. У меня есть вот такой вот чек. И здесь написано сумма 1062 лиры. По курсу 3-4 на сегодняшний день мы потратили вот такую вот сумму. Теперь мы вместе с вами зайдем на сайт Перекрестка и сделаем такую же корзину. И, естественно, сравним по цене. Берем самые обычные конфеты, коробочку закидываем в корзину. После этого мороженку берем вот такую, 450 грамм, поэтому добавляем вторую. Курочку берем вот такую, как раз на килограммчик упаковочка. Я думаю, что точно вытянет. Бананы закидываем в корзину. После этого говяжий фарш тоже забрасываем, как раз килограмм. Пиво берем 4 банки. Я брал другое, но возьмем это. С чаем, конечно, здесь проблемка. Возьмем вот такую самую дешевую упаковку. Молоко тоже закидываем в корзину. Лучок закидываем в корзину. Картошечку набираем 4,5 килограмма. У нас примерно был такой же вес. Банка ванишева подорвляется в корзину. Киви тоже берем. Пару батонов берем, хоть и не народный, но пусть будет он. Барашек у нас не было, поэтому кидаем просто ребрышки, макароны, морковку, ветчину для бутерброда. Пару айранов закидываем, самых дешевых в корзину, точнее 3. Вместо плейдо отправляем какой-то самый дешевый пластилин, потому что плейдо и фишер прайс здесь нет. Овсяночку закидываем. Про крекеры не забываем. Яблочки тоже улетают в корзину. Воду питьевую берем самую дешевенькую. Ну и любимые памперсы, трусики тоже закидываем. Эти экологические. Вау, ну что, мы вместе с вами только что наполнили корзину. Что-то брали гораздо дешевле, а что-то даже еще и не взяли. Давайте откроем корзину и подведем итог. Конфетки мы взяли самые элементарные. Мороженое мы взяли тоже самое дешевое. И всего лишь два лотка по 450 грамм. А у нас на минуточку было два лотка по 750 грамм. То есть сюда можно смело еще накинуть один, а то и полтора. Мы не взяли стаканчики вафельные для мороженого, потому что здесь их просто нет. Вместо бараньего мяса на косточке, как мы брали, мы взяли просто бараньи ребра. Ну плюс-минус цена одинаковая. Пластилин, оно же тесто. Мы купили фишер прайс. Это хорошее, примерно как плейдо. То здесь же мы забросили в корзину какое-то самое дешевое, которое было. Плейдо в раза три, а может быть даже и четыре, по-моему, подороже. Водичку закинули тоже самую дешевую. Нормально водичку сами видели, по 100 рублей. Давайте еще раз вспомним. Вот такой вот счет у нас вышел в Турции. Практически та же самая еда, даже чуть побольше и получше. И вот такой вот счет у нас вышел в России в Перекрестке. Выводы делайте сами, но результат налицо. Пока все говноблогеры говорят, что в Турции еда, продукты, овощи, фрукты дороже, чем в России, мы вам показали обратное. Пока они кричат, что на ВНЖ нельзя подать без счетов в банки, мы вам показали обратное. Пока они же говорят, что счет в Турции нельзя открыть бесплатно, мы вам покажем обратное. А в Яндекс.Зене, где есть ссылочка в описании, мы уже про это написали. Да-да, мы открыли счет в Турции. А еще многие говорят, что нельзя снять жилье в долгую, нужно платить за 6 месяцев, за год вперед и так далее и то подобное. Мы сняли, но об этом чуть попозже. Как вам цены? Пишите в комментариях под этим видеороликом. По возможности сделайте репост данного видеоролика в свои социальные сети, чтобы люди как можно больше узнали правду и увидели все на лицо. Я с вами прощаюсь, увидимся в новом видеоролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok